Эй, я знаю, ты ждал, а это Давадым. Сегодня у нас на обзоре кальян от всеми известной компании Хуб. Но этот кальян отличается от всех кальянов, которые были до него. В первую очередь он сделан из нержи, и это все лежит в этих коробочках, но пока мы не про них. Так вот, всем известно в том, что компания Хуб больше практикуется на алюминии, и их правильная обработка, что алюминий этот живет очень долго-долго. У меня очень много кальянов от компании Хуб, и с ними, в принципе, еще ничего не произошло. Бывают косяки, бывают случаи, но сейчас не об этом. А этот же кальян полностью из нержи, и его основной такой сегмент, в котором они его сделали, в том, чтобы этот кальян работал как трудовая лошадка через миллионы слоев пота, и оставался всегда в идеальном состоянии и в рабочей позиции. Он сделан полностью из нержи, что как бы по их словам говорит, что это самая беговая лошадка, но при этом она сделана довольно-таки качественно. Давайте посмотрим, что у нас есть в этих коробочках. Начнем, наверное, с самых маленьких, и потом перейдем к большим. Так вот, у меня есть вот такая вот коробочка, я вначале не понял, что это, пока не прочитал. Head Management Device, то есть устройство для контроля жара. Называется она Hub Pira. Вот такая вот пиздюлька, и как она будет работать, я не знаю, потому что дно у нее плоское. Это алюминий, обработанный и так далее. У него здесь вот такие штучки, типа якобы, чтобы угли не тухли, но мы все знаем, что даже при таких штучках угли тухли и будут тухнуть. Так вот, мы сразу сюда будем все убирать. Также есть ихняя классическая чашка, которая идет в комплекте. Я, в принципе, ненавижу все чашки, которые идут кальяном в комплекте, кроме некоторых исключений. А что у нас в этой коробочке? Как мы знаем, компания Hub любит, чтобы все было в коробочках, в отдельных хорошо упакованных коробках, и это очень приятно. Ты сразу чувствуешь какую-то заботу о себе, как о покупателе. Здесь есть вот такая вот чашка. Она сделана из гипса, ну это там, как называется, материал, апгрейд и все дела. Так вот, она белая, что очень как бы необычно, потому что и круглая, и круглая, потому что, как мы знаем, компания Hub любит какие-то квадратные чашки, равноугольные, прямоугольные и так далее. Так, ну давайте, собственно, я сейчас пойду эту чашечку быстро забью, прямо вот быстро-быстро, прямо туда и обратно, и поставлю угли под эту штучку. И, в принципе, она, кстати, да, идеально подходит. И попробуем мы на этой, хотел сказать, хуйне чашке, и вот на этой чашке покурим. Я сейчас приду. Собственно, довольно-таки я очень долго все это делал. Скажу сразу, что эта пира, она дико перегреется сейчас. Ладно, давайте возвращаться к самому кальяну. А, у нас есть еще... Оп, Тайгер Доха, она сейчас упадет, поэтому мы уберем ее сразу. Есть еще колпак АК Ветродув от компании Hub. Я его видел на Джон Кальяна Фесте, он мне дико понравился. А, нет, я его видел на Huga Club Show, он мне дико понравился. Но, когда я его вживую потрогал, я понял, что, ну, что-то вот с ним, с ним что-то не то. А, я не знаю, он какой-то хлюп, хлюпкий, я не знаю. Ну, короче, симпатии он у меня вызывает только лишь внешне, а вот по функциональности, возможно, он хорош. Но, вот, вот он, блядь, ну, блядь, сука, короче, вы поняли, да? Но мы сейчас будем пользоваться все равно. Так вот, почему вы думаете, я оттягиваю именно, чтобы собирать кальян? На самом деле он был очень красиво упакованный, а все как положено, ровный, миллиметр в миллиметр лежало в этих разных коробочках. Я-то его собрал, покурил, разобрал, а обратно все так же аккуратненько положить не смог. Поэтому я его, в принципе, сразу собрал. Да, вот так, собрать я его обратно не смог. И сейчас давайте, собственно, поставим нашу чашечку вот сюда. Да, да, и наш ветродув-колпак, ну, чтобы было комплектовано, да, все. И начнем, собственно, вообще говорить, из чего он состоит. Также хочу сказать, что у него очень крутое функциональное блюдце. Во-первых, потому что его легко снять, оно никак не прикручено ни шайбами, ни гайками и так далее. Оно имеет такую неровную форму, что предотвращает скатывание углей к основанию, то есть к коннектору под чашку и перегреванию ножки. То есть, когда ты куришь, идет вибрация, эта вся хуйня, уголечки скатываются в центр и начинают просто полить ножку твоей чашки и, соответственно, резинку. Также очень прикольно сделано именно основание под чашку, потому что Хуб в первую очередь подумал об этом. Если раньше они у них были ровные, то сейчас они более подскоса. Что касается основной части шахты, она сделана из двух частей и очень грамотно продумана тем, что там стоят резиночки, и резьба очень круто закручивается, и, соответственно, никакой сок не будет течь. То же самое, что и подключение шахты именно к основанию. Тоже есть резинка для полной герметизации, и чтобы сок и так далее ничего не текло. Клапан довольно-таки крутой, интересный, очень хорошо закручивается, но мне лично не понравилось в том, что он на резинках, то есть на уплотнителях. А почему они не сделали на магните? На магните, как, допустим, коннектор для шланга. Он на магните, и есть такая теория, что он типа спасает от переворачивания кальяна, когда кто-то очень сильно тянет за шланг, знаете, как зарядка от макбука 2011-2012 годов, называется она MagSafe. Что касается нижней погружной шахты, она тоже в основании закручивается вместе с резинкой, также уплотнение, и у нее есть диффузор, который регулирует тягу. На самом деле, я лично считаю, что регулировать тягу диффузором – это полная хуйня. Максимум, что можно сделать, это лишь просто, чтобы он гремел или не гремел. Поэтому, собственно, вот так вот он весь выглядит, и мне это довольно-таки очень сильно нравится. И давайте, собственно, сейчас покурим. Чтобы не было лишних вопросов, да, во что ты забил в чашку, да, во что у тебя в чашке, я, к сожалению, назвать это не могу, но могу лишь сказать, что это очень прикольный табак. Он родом из Турции, как ни странно, и он очень круто курится, и очень охуенно сладкий. Название я его пока не знаю, у меня лишь обычные пробники в пакетиках, и мне дали его, собственно, попрокуривать. Я вам скажу сразу, довольно-таки круто. Давайте взрывать. Поговорим о кальяне. Как я и говорил, у него есть MagSafe, да, то есть коннектор на магните, и при этом этот магнит, типа, не дает перевернуться к кальяну. Давайте я сниму колпак наш от МакЛа, ой, блядь, от Хуба, и попробуем, собственно, его не перевернуть. На самом деле технология эта не работает. Ну, в большинстве случаев она не будет работать, потому что я ее уже проверял, я ее уже тестировал. Допустим, да, мы сидим, и обычно шланг тянут как? Под прямым углом. То под прямым углом он не высунется, даже если сильно захочет, потому что угол ему не даст, а если, ну, как бы он перевернется. Но, если, допустим, кальян стоит на полу, и человек пытается его, типа, вверх к себе поднять и за собой тащит, то... То эта функция, в принципе, работает, но кальян, скорее всего, перевернется. Так что это просто хороший магнит, он хорошо магнитит и все остальное. Что касается нашего пира и чашки от Хуба. В принципе, я чувствую, что наш пира люто перегрелся, табак начинает гореть, а чашка вроде хорошо справляется. По тяге. Я не люблю заморачиваться с этими диффузорами всякими, да, там, как стоит, так стоит, ну и хуй с ним, да. Курица, главное, и курица бурлит, ну, блядь, бурлит. Не бурлит, блядь, хуевато. Нужно, чтобы бурлел, надо перелить воды. Продывается за счет клапана и строения основания с двумя дырками. Ах, отлично выдувает колбу. Хуяк и колба выдулась, да, чистая колба. А, теперь немного про этот табак. Я его уже какой день, ну, наверное, четвертый день прокуриваю по вкусу потихоньку. Он мне очень нравится, это не то, что есть сейчас на рынке. Это совсем немного другое. Если это зайдет на Россию, будет очень круто. Но пока у меня лишь пробники тестовые, и я не знаю, что это такое. Поэтому всем спасибо. Это был Дава Дым, это компания Хуб. И ихняя новая рабочая лошадка полностью из нержи под названием Раш. Так что ставь лайки, а я порашил в кинотеатр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!